Памятные мероприятия сегодня проходят не только в России. Правда, возможность собраться вместе и отметить Великий Праздник есть не у всех. В Эстонии День Победы встречают фактически на осадном положении. Все шествия и митинги в Таллине сейчас запрещены. В городе много полицейских. По некоторым улицам маршируют дополнительные подразделения стражей порядка. Их задача не допустить торжественных церемоний на площади Теннисмяги. Той самой, где до недавнего времени стоял памятник воину-освободителя. Несмотря на запреты и то, что площадь игорожена, люди все равно приходят к ней и оставляют прямо в металлической сетке забора живые цветы в память о павших освободителях. Цветы приносят сегодня и на военное кладбище Таллина. Туда, где теперь после переноса находится бронзовый солдат. К нему сегодня пришли ветераны. Красных знамен, символизирующих Знамя Победы, в Таллине сегодня не видно. Любые флаги в эти дни объявлены сонскими властями вне закона. Не понравилась полицейским и идея дарить прохожим белые воздушные шары в память у героев. Объясните, пожалуйста, почему это произошло. Он приносит, показывает вам этот шарик. Посмотрим. Он должен показать шары, да? Конечно. Почему нельзя этого делать? Человек за свои деньги сделал шары, он готов сам надуть и просто раздать бесплатно людям. Вот этот шарик, посмотрите. Он... А что вы хотите с ними сделать? Раздавать бесплатно. Я заказал шарики за свои деньги, чтобы людям раздать бесплатно, устроить праздник. Белые, не красные. И этого делать тоже нельзя. Потому что я выражаю, оказывается, какое-то свое мнение. Сейчас, похоже, все, что напоминает о подвиге советских солдат, нервирует эстонских стражей порядка. Это касается не только символов победы, но и даже песен, которые сейчас в Таллине звучат из окон домов и автомобилей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...